Уважаемые коллеги, участники форума, посвященного обсуждению информационно-аналитического доклада и его презентации «Эволюция государственного управления стран постсоветского пространства в 1991-2021 годах». Процесс управления государственным развитием и подготовкой кадров для этой деятельности является решающим фактором, определяющим успехи в достижении основной цели, которая стоит перед человечеством сейчас – это достижение устойчивого развития и формирования инклюзивного общества. Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики осуществляет деятельность в этом направлении, являясь ведущим научным, учебным, информационным центром в области подготовки и переподготовки кадров государственной службы. Существуют различные технологии оценки эффективности деятельности в области подготовки и переподготовки кадров государственной службы. Как правило, большинство из них опирается на такие показатели, как количественные и качественные показатели, как число участников, число модулей, частота проведения этих мероприятий и так далее. В Азербайджанской республике наряду с этим параметрами оценки эффективности системы подготовки и мобилизации кадров государственного управления оценивается также по результатам их деятельности, то есть фактически по тем показателям, которые достигнуты страны в области экономического, социального, гуманитарного развития и обеспечения безопасности страны. Это ориентированное на результат оценки эффективности подготовки и мобилизации кадров государственной службы, базируется на показателях в области экономического, социального, гуманитарного развития. Основы успешного развития Азербайджанской республики после восстановления независимых стран страны были заложены общенациональным лидером Гайдар Алиевым и успешно развиты президентом страны Ильхам Малиевым. Новые технологии государственного управления, учитывающие использование комплекса синергетических, комплементарных и компенсационных принципов, которые были разработаны и впервые применены президентом Ильхам Малиевым, обеспечили тот факт, что по данным международных организаций Азербайджанская республика является региональным и глобальным лидером в области наиболее эффективного использования ресурсов для достижения устойчивого инклюзивного развития, глобального приоритета и наиболее информативного индикатора успешного развития. Как известно, индекс инклюзивного развития рассчитывается международными организациями на основе 12 показателей параметров. Это экономические, социальные, экологические, демографические параметры. Данные, приведенные на рисунке 1, характеризуют индекс инклюзивного развития в странах бывшего Советского Союза. Как видно, Азербайджанская республика в этом списке занимает третье место, уступая лишь Литве и Эстонии. При этом, по данным этой же международной организации, Азербайджанская республика является страной, наиболее эффективно использующей ресурсы для построения устойчивого развивающего инклюзивного общества. По данным Всемирного банка и Всемирного экономического форума в Давосе, в Азербайджане на каждую единицу индекса инклюзивного развития, это показано на втором рисунке, расходуется 3800 долларов США с учетом паразита покупательной способности на душу населения. Для сравнения, можно сказать, что это почти в 1,8 в два раза меньше, чем в других странах бывшего Советского Союза. Следует также отметить, что это один из лучших показателей не только среди стран бывшего СССР. По международной статистике, сегодня индексы инклюзивного развития в Азербайджане выше, чем в США, в Японии, в Израиле, Италии, Испании, Португалии, Греции, ряде других стран. Причем, значит, экономические возможности всех этих стран значительно выше, чем у Азербайджана. Такое положение связано прежде всего с тем, что в многонациональной и многоконфессиональной Азербайджанской республике, по данным международных организаций, социальная политика и реализация такого принципа, как равенство в доходах, проводятся очень успешно. Основатель и бессменный руководитель Давосского Всемирного экономического форума, профессор Шваб опубликовал в прошлом году отчет об экономических возможностях и социальной политике из 146 стран мира. Я вам представляю рисунок из этого отчета, на котором представлены данные по семи странам. Это США, Германия, Дания, Южная Африка, Бразилия, Вьетнам и Азербайджан. Вот среди всех этих стран у Азербайджана, как вы видите, с не очень высокими экономическими возможностями, не такими, как в сравнимых странах, социальная политика на очень высоком уровне. Это, значит, в данном отчете Азербайджан приведен как лидер в области наиболее эффективного использования экономических возможностей для достижения социальной политики и равенства. Следует отметить, что высокая эффективность комплекса инновативных технологий в государственном управлении Азербайджана нашла свое отражение в процессе выполнения четырех резолюций Совета безопасности ООН и освобождение оккупированных почти в течение 30 лет Армении 20% территории Азербайджана. Военная часть этого процесса заняла всего 44 дня и за этот период обеспечила полное восстановление территориальной целостности за счет правильной военно-политической стратегии, которая реализуется в стране. При посредничестве президента России Владимира Владимировича Путина в регион пришел мир, который является основой для благополучия и процветания региона. Я надеюсь, что оно так и будет. Я еще раз хочу поблагодарить за представленную возможность выступить. Редактор субтитров А.Семкин